Всем привет! Привет! Сара, скажи, куда мы приехали? Лас-Вегас! Лас-Вегас! В Лас-Вегас! В аэропорту Лас-Вегас сразу вас встречают игровые аппараты. Их очень много, они повсюду. А также реклама разных шоу, которые проходят вот сейчас в Вегасе. Смотрите, как прикольно. В аэропорту вот такой аппарат с букетами цветов. То есть, если вы не купили, то можно купить в аэропорту в Лас-Вегасе. 30 долларов букетик, есть по 20. За 30 долларов вот такой вот букет из пяти роз. Вот на таком шикарном лимузине мы едем в отель! Итак, мы приехали в отель Белладжио. И мы сегодня и последующие три дня будем жить здесь! Красиво! Здесь на потолке более двух тысяч цветов, сделанные вручную. Handmade design. Смотрите, какой красивый сад в нашем отеле. Невероятной красоты. Смотрите, какая красивая спальня у нас, просто нереальная. А вид, я вам сейчас покажу вид какой. Раз, два, три! Вау! Лас-Вегас! Ну, днем он не такой красивый, как вечером, говорят. Я тут ни разу не была, это мой первый раз, поэтому вечером будет все в огнях. Просто все светится и все в огнях. Представляете, если вы хоть что-то поднимете из холодильника здесь, возьмете, то это сразу автоматически снимается с вашей карты. Даже если вы просто возьмете баночку в руки и посмотрите на нее, поставите обратно, это уже не работает. Сразу автоматически снимаются деньги, поэтому лучше ничего здесь не брать. В общем, из-за того, что в холодильнике ничего нельзя взять, потому что сразу сосчитаются счеты. Но вы хотите что-то охладить, например, вон шампусик, надо заказывать отдельно холодильник. Но он бесплатный, если вы говорите, что для медицинских целей. Итак, мы зашли тут в буфет при Беладжо. В общем, в буфете здесь есть морепродукты, мясо, рыба. Есть крабовые ножки. Горячие блюда. Типа рис. Белая рыба. Есть салмон. Горячие ножки краба. Мидии. Картофель. В общем, поесть можно. И здесь не дешево, 30 долларов с человека. В отеле есть магазин сувенирный. И все ходят вот в таких вот блестящих пиджаках. В общем, если вы приедете в Лас-Вегас, одеваетесь максимально по-блестящему и очень-очень ярко. Здесь потому что все вот такое вот в золоте, лакшери. Поэтому вам нужно вот выглядеть примерно вот так в Вегасе, если вы приехали потусить. А мне понравились еще вот такие наборы. Это шоколад, но они в виде сигар, карты и фишки. Прикольно. Здесь в отеле Беладжио проходит легендарное шоу цирка Дю Солей под названием Оу. Это единственный цирк, который не гастролирует, а выступает только в Лас-Вегасе. Это великальное шоу, водное шоу. В общем, я так заинтригована. Сочетала кучу положительных отзывов. Очень-очень хочу посмотреть. И сейчас моя мечта сбылась. И мы с Сарой приехали в цирку. И мы с Сарой приехали в цирку. Сарой приехали в цирку. И мы с Сарой приехали в цирку. Крутое шоу, незабываемое, водное. Я аж уснула. Оно было долгое, но два часа примерно длилось. Три! Два часа. И мы немного подустали, но это было очень красиво. У них невероятные костюмы. Постоянно менялись костюмы, постоянно менялись декорации. Они прыгали в воду. Были такие акробатические трюки крутые. Ой, я вот так сидела прям вообще. Да, они тут купались. Меня там, кстати, облили. Облили тебя, да? Там и дождь был. И прыгали они, и горели они в огне. Вообще так круто. А посмотрите, какой у нас вид из окна невероятный. Это что-то потрясающее. Закат. Закат. Вау, ва, 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 ва. Всем привет. В Лас-Вегасе еще можно найти развлечение для детей. И мы приехали в океанариум большой с акулами. И покажем вам, расскажем цены и что тут есть такого интересного. Вот такая стоимость билета. Взрослые 25 долларов. Дети 19. Смотрите, какие огромные рыбы по сравнению с моей рукой. Кошмар. Они, наверное, такие старенькие. Огромные. Посмотрите, это пираньи амазонские. Посмотрите, какие у них зубы. Это что-то невероятное. Они голодные, хотят, чтобы я руку засунула. Здесь еще вот такой коридор красивый. Туннельчик. Вон плывет. Можно трогать одним пальчиком. Осьминог напал на морскую звезду. Зачем он это делает? Смотрите, какой он большой. Посмотрите, это рыба лев. Она очень красивая, но ядовитая. Их никто не ест. Зато они всех едят. Каждый у них вот шип, он ядовитый, имеет яд. Но они очень красивые. А еще оказывается, стоимость нашего билета входит посещение тут симулятора Северного полюса. В общем, тут такое все интерактивное. Дети могут играть. Вот так, вот так. Паркур. Мы сейчас проезжаем вот этот отель, где была тогда стрельба, где мужчина стрелял по посетителям. Прямо отсюда, говорят. Вот с этой стороны он стрелял. Мы отправляемся на очередное шоу. И в этот раз была мечта моего детства. Я смотрела его с детства. Это шоу Дэвида Копперфильда. Ладно, мы рекомендаем. Ладно, мы рекомендаем. Шоу Дэвида Копперфильда закончилось. Мы попросили удалить одно видео, которое я записала. Но ничего, оно было не таким уж и важным. Там просто нельзя было снимать, фотографировать, вообще ничего. И мам, привет. Я была на шоу Дэвида Копперфильда, и он стоял около меня. Это было круто, конечно. На самом деле я туда пошла, потому что с детства мечтала его увидеть. Но не то, что мечтала, я в детстве смотрела его шоу по телевизору еще, когда была маленькая, и мама моя смотрела. Я помню, что это было такое нечто особенное. И когда я узнала, что он выступает в Лас-Вегасе, я такая подумала, окей, надо пойти обязательно. Мы сходили, просто устали не обращать внимания на мои глаза. Но было на самом деле очень прикольно. Он делал такие трюки. Там откуда ни возьмись, появлялась просто огромная машина в зале. Или огромная летающая тарелка. Или там исчезал он. Молодец, он классно ведет шоу вообще. Ну, профессионал своего дела. Немного повзрослел. И изменился, конечно. Раньше, я помню, он был такой худой, с такими вот волосами по телевизору. А сейчас он такой, ну, уже мужчина в возрасте. Но все равно интересно. Как раз-таки в нашем отеле и расположен поющий фонтан, знаменитый на весь мир. И мы как раз вот вышли посмотреть на шоу. Сара. Здесь вообще просто нет сумасшествия. В отеле здесь есть и казино, и бары, рестораны, ночные клубы, коктейль-бары. Сразу же потом мол обычный. То есть вы переходите из одного помещения в другой автоматически. Здесь вообще просто вы не уснете. Говорят, что тут до утра все работает. И вот мы сразу из казино очутились в очень красивом моле. Посмотрите. Произведения искусства. Италия, Франция, Рим. Все в одном флаконе. Очень красиво. Невероятно. Посмотрите, это искусственное небо. Имитация. Как будто бы вы просто вечером при закате пришли в ресторан, ужинаете. Здесь работает кондиционер. Все очень-очень красиво и романтично. В общем, у ребят, посмотрите, здесь прям в центре фонтан. И такое небо красивое. В общем, здесь все выглядит, как будто бы на самом деле. Работает кондиционер. Сумерки, много людей, фонтаны. Ну, одним словом, Европа. Просто такая красота. Ребята, посмотрите, какая красота. Здесь есть Эйфелева башня. Отель всевозможный, туристов. Целая куча. Несмотря на то, что сегодня понедельник. Вау. Хара говорит, я не хочу уезжать с этой чудесной квартиры. Из-за этого чудесного отеля в Беладжо, в Лас-Вегасе. Но отель покидать еще не хочется в другом смысле. Только вы выйдете через дверь отеля на улицу. Там просто ужас. Духовка горячая. Вот так, как будто вы разогрели духовку для пирога. Открываете ее. И вам в лицо горячий воздух из духовки. Сухой, горячий, сумасшедший воздух. Вот мы ощутили на себе. Из-за этого мы не полетели на вертолете. В этот раз на это путешествие. Мы очень хотели. У нас было в планах уже полететь на вертолете 6 часов. В общем, там прогулка даже больше 6 часов. По каньонам, которые находятся возле Вегаса. Потом по реке у нас еще, по Колорадо была прогулка. И мы не пошли на колесо. И на колесо мы не пошли, потому что адская невероятная жара. Не приезжайте в Вегас летом. Только если вы будете сидеть в отеле и никуда не выходить. И по отелям вот так перебираться, тогда да. Но по улице просто гулять невозможно. По крайней мере, нам вообще некомфортно. Лицо пересыхает. В носу все пересыхает. Рот открываешь, рот пересыхает. То есть глаза пересыхают. Все пересыхает. Очень жарко. Настоящая пустыня. Настоящая жара. Даже здесь мухи не летают. Даже комары. Ничего здесь не водится. Но мы рады, что мы здесь побывали на шоу, на разных. Вообще классно. И такие положительные эмоции. Но тут, конечно, все-таки места для взрослых больше. Потому что вот эти все игровые автоматы в отелях, там курят люди в них. Как бы не очень приятно. Много пьяных людей, накуренных, играющих, страдающих, кто проиграл. Ну, как бы место не совсем детское. И мама. И... Что? Забыла что-то. В общем, ребята, все. Мы улетаем. Мы улетаем из Лас-Вегаса. И в отеле очень классно. Комфортно, кондиционеры. А еще самое прикольное, что вы частично можете перебираться из отеля в отель. Внутри отеля. То есть вам не надо выходить на улицу. Ну, где-то все-таки надо переходить улицу, дороги. И заходить снова в отель. Там, ну, минут 5-7. И снова по отелям, вот так. По молам, отелям. Все как бы из одного в другое вливается. То есть прикольно тоже. То, что вы по улице не гулять. Но это правильно сделано. Потому что адская жара. На улице гулять невозможно. Лучше через отель, в отель проходить. И правильно, что они сделали такие длинные коридоры с разными бутиками. Там вокруг идешь, гуляешь. Тратишь деньги. В общем, здесь все создано для того, чтобы тратить деньги. Автоматы, магазины, рестораны, отели. То есть люди приезжают сюда и тратят кучу бабла. Но здесь нужно было побывать. Я рада, что я здесь побывала. Сара в свои 7 лет. Уже где только не была. Ты, наверное, к 10 годам и уже объездишь весь мир. Все. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Пока.